Думаю, каждый, кто был в Риме, был на Пьяце-дель-Пополу. Пройдя через огромные ворота, в которые в свое время заходили в Рим Микеланджело, Рафаэль, Караваджо и многие паломники, приходившие со всего мира, попадая на знаменитую площадь, вы сразу увидите три главные улицы Рима, которые ведут к трем главным папским базиликам. Виа-дель-Бабуино ведет к базилике Санта-Мария-Маджори, Виа-дель-Корсо – к базилике Сан-Джованни-Ин-Лотерано – это самая главная базилика Рима, и Виа-де-Репетто – в Ватикан, к базилике Сан-Петро. Здесь же на площади находится знаменитая церковь Санта-Мария-дель-Пополо. Раньше на ее месте находилась гробница Нерона. Народная легенда гласит, что призрак покончившего собой императора Нерона посещал место своей гробницы по ночам, и гробница была разорена. Ее остатки сейчас находятся за алтарем под полом церкви. Папа Пасхалий II построил на этом месте часовню на народные деньги, что и дало название самой площади – Народная площадь. Церковь очень много раз перестраивалась. Она очень интересная, всем советую туда зайти. Там есть работы Бернини, Караваджо. Здесь неподалеку находится улица Маргутта, где жил Федерико Феллини, и бар Канова Тадулини, где Федерико Феллини любил выпить кофе и почитать утреннюю газету. Все это, конечно, интересно, но я хочу рассказать вам о другом. Если вы устали от города, я советую вам спиаться Дель Пополо с Народной площади, подняться по наполеоновской лестнице на холм Пинчо. Оттуда вы легко попадете на знаменитую виллу Бургези. Но прежде чем идти на виллу Бургези, полюбуйтесь холма прекрасными видами на город. Особенно красивый свет на закате. Но не только в наше время этот холм был популярен. Он еще был популярен до нашей эры. Многие из вас, думаю, слышали выражение лукула в пир, но мало кто знает эту историю. Именно здесь, на этом холме, знаменитый лукул разбил свои волшебные сады, а неподалеку находился его роскошный дворец. И лукул, и дворец прославились своими поистине фантастическими пирами. Луций Луцений Лукул был военачальником, политическим деятелем и консулом в 74 году до нашей эры. Он жил во времена таких великих людей, как Юлий Цезарь, Помпей, Цицерон, Клеопатра. Первую часть своей жизни лукул зарабатывал деньги. Было время, когда он следил за работой в монетном дворе, где чеканили монеты на оплату военных нужд. В общем, он выполнял задания не только важные, но и денежные. Огромное богатство, которое он накопил на войне, позволило ему прожить остаток жизни в роскоши. Он тратил громадные суммы на возведения построек, садов. Он владел множеством вилл, которые роскошно украшал. В его садах созревали самые редкие плоды, а в прудах разводили самую изысканную рыбу. У лукула для гостей ложа была покрыта дорогими тканями, а золотая посуда украшена драгоценными камнями. На кухне лукула работало много поваров. Говорили, что у лукула можно было отведать тушеного осьминога, который таял во рту. Но с приготовлением которого надо было повозиться. Сначала осьминога часок били о камень, чтобы он стал мягким. Потом бросали в кипяток, приправляя специями. Через 20 минут варки осьминога отправляли тушить. Лукул так любил тушеного осьминога, что однажды объелся и вызвал врача, который попытался образумить его, сказав, что такие застолья плохо кончаются. На что лукул приказал принести ему остатки осьминога и сказал, если умирать, то с полным желудком, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Во времена лукула шиком стало приготовить блюдо так, чтобы гости до окончания трапезы не понимали, что они ели. На стол подавались такие изыски, как спинки беременных крольчих, фазани мозги, соловьиные язычки, лангусты, поросята, фаршированные свинными мозгами, и язычки розовых фламинго. Это были театрализованные пиры, по-другому их не назовешь. Друзья мои, говорил Лукул, я приказал положить павлине яйца под эту курицу. Посмотрим, высидела ли она их. Гости брали по яйцу, разбивали, и в каждом находили жареного жирного бекаса, птичка такая. После этого блюда бокалы наполнили вином. Далее на стол подавался громадных размеров кабан. Лукул, как будто испугавшись, кричал, повар забыл выпотрошить кабана. Попробуем сделать это сами. И вот из желудка огромного кабана начали сыпаться различные явства, жареные птицы, орехи, фрукты. Из груди кабана лилось вино, из других частей тела вылетали живые птицы. После того, как кабана уносили, на стол подавался огромный жареный теленок. Из его туши также доставали на стол различные кушания и богатые подарки. Потом гостям предлагалась курица, начиненная рыбой, устрицами, утиными яйцами и различными сладостями. Лукул разводил в прудах редкие сорта рыб, заказывал дорогих улиток. И даже было такое блюдо, внутри свиноматок повара запекали еще не родившихся поросят. Во время лукуловых пиров гостям предоставлялись все 33 удовольствия. Даже в жаркое время вино подавалось со снегом. А еще любили в кубок вина сыпать лепестки роз, а потом пускали его по кругу и называли это кубком дружбы. А чтобы пир был и для души, хозяин устраивал чтение вслух, звучала музыка, были разнообразные зрелища, выступали акробаты, танцовщицы, гладиаторы. На пир к лукулу рвался весь Рим. Сам хозяин не отставал от своих гостей. Рассказывали, что однажды у него в гостях были греки, которые были так потрясены затратами на их угощение, что даже хотели отказаться от трапезы. На что лукул заметил, «Правда, друзья мои, кое-что делается и для вас, но основная часть приготовлений делается для меня». Даже когда у лукула не было гостей, его стол был уставлен различными явствами и изысканными лакомствами. Когда однажды он обедал один, и для него был приготовлен простой стол, то он рассерженный позвал раба, который отвечал за сервировку стола. Когда раб стал извиняться, сказав, что не предполагал, что лукул пожелает роскошную трапезу, так как в этот день никто не был приглашен, то лукул ответил, «Ты что, не знал, что сегодня лукул в гостях у лукула?» В общем, лукул от слуг требовал, чтобы такие блюда подавались не только в дни приема гостей, но и каждый день. Лукула никто не мог застать врасплох, чтобы объявить всему свету, мол, всем пыль в глаза пускает, а сам питается как попало. Известен и еще один случай. Однажды цицерон и Помпей встретили лукула на рынке. Одному из них, его давнему сопернику Помпею, с которым у лукулы были трени еще в военном прошлом, врач прописал однажды во время болезни мясо дрозда. Зная, что только у лукула можно ответить дрозда, они напросились к нему в гости, но с условием, что он не сделает ради них никаких особых распоряжений. Сначала лукул возразил и просил, чтобы они навестили его в другое время, но они настаивали и даже не дали ему поговорить со своим рабом, чтобы он не мог заказать ничего необыкновенного. Они дозволили ему только то, чтобы он в их присутствии сказал одному из своих людей, что они будут обедать в зале, носившим название Аполлон. Когда рабы услышали название этой столовой, они сразу поняли, сколько должен стоить обед. Оба гостя были удивлены быстротой приготовления и изыском. На пиры лукула пытались попасть все представители высшего общества Рима. Лукул прожил в своем так называемом Эдеме чуть больше семи лет, а потом сошел с ума и медленно умер. Ходили слухи, что его отравили. Но также была и другая версия. Когда он понял, что деньги заканчиваются и все состояние ушло на пиры и денег осталось лишь на простую еду, он выпил яд и отошел в мир иной. Рим вспомнил о боевых подвигах лукула и проводил его с почестями. Он умел не только воевать, но и от души угощать своих друзей. Теперь вы понимаете, что такое пир по-древнеримски или пир лукула? Множество закусок, сложных блюд, вино, музыка, танцы. На таких пирах был человек, который должен был следить за порядком подачи блюд. Главной чертой высокой древнеримской кухни было постоянное чередование соленого и сладкого вкусов. Это правило было как для закусок основных блюд, так и для десертов. Важную роль играло вино, которое подавалось для каждого блюда разное, чтобы оттенить, раскрыть или наоборот полностью изменить его вкус. Место гостей тоже было очень важно. Так демонстрировали статус гостя и отношение к нему хозяина дома. Посередине располагались самые почетные гости. Справа гости высокого чина, слева гости попроще. Римляне, как известно, ели полулежа, опираясь на левую руку. Ели часто руками и поэтому еду нарезали на маленькие кусочки. Чтобы руки, испачканные в соусе, не испачкали одежду, их часто омывали водой. А вы знаете, что уже в то время были зубочистки. Римляне заботились о своих зубах. За столом, как правило, пользовались зубочистками. На знаменитых перах и застольях часто были серебряные зубочистки, напоминающие столовые вилки. С одной стороны у них плоский загнутый кончик, чтобы ковырять между зубов, а на противоположном конце зубочистки – ложка, чтобы чистить уши. У всех на виду. Перы могли длиться по шесть, а то и по восемь часов, так же, как и сейчас, впрочем. Если итальянцы празднуют какой-то праздник, то обед может продлиться до позднего вечера. Мы сейчас обычно проводим обеды, а не ужины, потому что с нами всегда дети. Почему мы так подробно знаем об этих перах? Да потому что перы и их участников часто высмеивали и описывали их в поэмах, которые дошли до наших дней. Нельзя сказать точно, где в них правда, а где преувеличение. Скорее всего, истина где-то посередине. Сторонники простой жизни высмеивали горожан, которые тратили состояние на перы и на еду. Однако ничего поделать не могли, только как высмеять и принять это. Многие старались повторить перы, как у лукула. Но вскоре император Октавиан Август принял указ, что можно угощать у себя дома не более пяти человек. Таким образом, были запрещены такие перы, как у лукула. Завтрак в Древнем Риме был полноценный. Не такой, как сейчас капучино и корнетто. Бедняк перекусывал, чем придется, и не всегда досыто. А у аристократа был большой выбор. На столе непременно были лепешка, хлеб, молоко. Также они на завтрак ели фрукты, сыр, хлеб, размоченный в вине, и даже мясо. Часто на завтрак подавали кушанье, недоеденное накануне. Для римлян это один из основных приемов пищи в течение дня. Обед же, напротив, был легким, просто перекусом. А вот когда спадала жара, ужин был полноценным. На ужин сначала подавались закуски. Это были салаты, приправленные соусом, блюда из яиц и грибов, всевозможные оливки и сыры, посыпанные ароматными травами. После этого первое блюдо. Или сразу же второе. Мясо, птица и ставшая особенно популярной в период поздней республики рыба. Изучая Древний Рим, я невольно понимаю, что древние римляне вполне могли быть жителями 21 века. Они, как и мы, жили в домах, кто-то в многоэтажных инсулах, кто-то в домусах и виллах, любили музыку, театр, ругались, спорили друг с другом, хорошо разбирались в винах и очень любили вкусно поесть. До карантина и, надеюсь, после карантина в Рим приезжали и будут приезжать туристы. Это город, в который каждый хотя бы раз должен приехать. Но не все могут правильно организовать свои прогулки и подробно рассмотреть достопримечательности. Для кого-то будет достаточно прогуляться по главным улицам Рима и сказать, что город грязный и что он ему не понравился. А другие люди едут в этот город, чтобы открыть для себя тайны и легенды Рима, пройти по тем местам, о которых слышали с детства на уроках истории. Каждому из нас дано право выбора. Только от вас зависит, как пройдет ваше первое знакомство с Римом. Но однозначно скажу, что в этот город надо приезжать подготовленным, иначе вы не сможете его понять. Некоторые пишут в комментарии, были, не понравилось, не приедем. Мне очень жаль, что вы впустую потратили деньги и не смогли понять вечный город. Пока у нас еще карантин и есть кое-какие ограничения в передвижении, ведь необходимо думать не только о себе, но и об окружающих. У нас в родне много детей и беременные женщины. Я все-таки решила до 18 мая находиться рядом с домом и быть в окружении близких, пока не прошла вся опасность заразиться коронавирусом. В центре Рима люди гуляют, но останавливаться им не разрешают, и полиция все время подгоняет. Не хочу так гулять. Осталось чуть-чуть, а пока буду знакомить вас с достопримечательностями, до которых туристы не доходят. Вот, например, акведук. Аква Александрина стал последним акведуком, построенным в античном Риме. Это произошло в 226 году, через 500 лет после постройки первого акведука. Строительство акведука оплатил император Александр Севера. Его задачей была доставка воды в термы Нерона. Это было примерно на месте сегодняшней пьяцы Дисану Стакью. За городскими стенами акведук находился над землей. Приближаясь к городским стенам, он превращался в подземный канал и входил в город через порто-маджоре, откуда через Исквилинский и Кверинальский холм спускался к Марсову полю. Посмотрите, как все еще сохранились стоящие части этого акведука. Максимальная высота акведука более 20 метров над уровнем земли. На самом деле акведук пересекал в этом месте большую канаву, о чем говорят наклонные улицы. Если пройти вдоль сохранившегося акведука, можно заметить, как он постепенно уходит под землю. Чем ближе к порто-маджоре, тем больше мы видим его под землей. Если сравнить строительство первых акведуков и этого последнего, то техника облицовки уже не большими блоками туфа, а слоем кирпича. На Вея-Козелина есть не слишком известное античное сооружение – гробница святой Елены, матери императора Константина Великого, умершей в 328 году. Этот круглый кирпичный зал, имевший высокий купол, стоял у входа в христианские катакомбы святых Марчелину и Пьетро. Здесь находился большой саркофаг из красного порфира, в котором покоилось тело святой Елены. Теперь этот саркофаг хранится в музеях Ватикана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова